Татьяна Каюкова возглавляет Самарскую общественную организацию, в которую входят родные погибших в Афганистане. Она и сама потеряла там мужа. Говорит, вся история создания мемориального комплекса воинам-самарцам, погибшим в локальных воинах, прошла у нее перед глазами. Годы шли, возникла необходимость обновить композицию. Результатом работ Татьяна Аристарховна довольна. Особенно ее растрогала подсветка. Мне очень понравилось. Как-то включили аж сердце. Ну, гордость. Просто гордость. Спасибо. Идея создания мемориала, посвященного самарцам, павшим в ходе локальных конфликтов СССР и России, возникла еще в начале 90-х. Во всероссийском конкурсе участвовали архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Еревана. Жюри понравились две композиции – со свечами и солдатом. Их объединил общий идеей самарский архитектор Александр Темников. На пяти высоких пилонных свечах из мрамора высечены названия стран, где сражались воины. На памятной стене из развернутых листов мрамора выбиты фамилии героев. Чуть позже был установлен бронзовый памятник солдату «Горячих точек». Его открытие было приурочено к 15-летию со дня вывода советских войск из Афганистана и состоялось 4 октября 2001 года. Курировал ход капитального ремонта мемориала «Сын» автор проекта Антон Темников. У меня как в память об отце досталось кураторство этого объекта. Чтобы все-таки восстановить тот замысел, который был задуман авторами этого проекта, но потом такой объект достаточно значимый, отец очень много времени уделял этому объекту. Потому что, говорю, история это очень такая долгая на самом деле. Есть масса эскизов, вариантов, которые предполагалось сделать на этом месте. Поэтому, конечно, тут надо было все это дело немножко прокурировать и восстановить все-таки тот первоначальный замысел. Работы оценили глава Самары Елена Лапушкина, глава Октябрьского внутригородского района Сергей Радько, представители городской администрации, ветеранских и общественных организаций. Подрядчики поработали хорошо и все наши условия, конечно, выполнили. Вы видите, насколько он преобразился, насколько он стал величественней, о чем к нам обращались общественные организации. Конечно, мы его учили и это все воплотили в жизнь. У нас отмыты свечи, у нас появился новый гранит, новый камень. Мне кажется, работу прям замечательно выполнена. Рабочие отремонтировали пандус, подпорные стенки вокруг мемориала, заменили гранит, восстановили брекчью, так называется декоративный колотый камень, заменили ступеньки, ведущие к памятнику. Теперь они выполнены из гранитных и мраморных плит. Но главной изюминкой мемориала станет вечерняя подсветка, символизирующая свет сердец тех, кто помнит ушедших воинов. Виктория Шарой, Константин Головин, События.